Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Угол зрения» на Первом Народном. С вами Жанна Шашкова. Мы обсуждаем актуальные события и явления Гагаузии с теми, кто знает в этом толк и может повлиять на происходящее. Сегодня у нас в гостях депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпаеш. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Константинович, прошли праздники. Не секрет, что перед праздниками были выборы в Народное собрание Гагаузии, но с того времени, как ни странно, практически ничего не слышно. Скажите, что происходит с выборами Народного собрания? Если честно, мы уже который раз обсуждаем выборную тему, но на самом деле она интересует всех, и меня в том числе, и коллеги депутаты, вновь избранные, задаются вопросами при встречах, и другие люди звонят, при встрече говорят, спрашивают. Ситуация такая немножечко некая так цейтнот. То есть такой ситуации, ну, по крайней мере, я не припомню, чтобы в бытности по избранию было в Гагаузии за последние лет 20. На самом деле ничего хорошего из этого не вытекает, потому что вот эти выборы показали, что они не прошли как надо, то есть они не завершились как должны были завершиться. То есть есть процедура, проходят выборы, признаются результаты выборов, и на этом завершается. Начались разбирательства, они дошли до разбирательства в судебных инстанциях. Что предшествовало этому? Мы поднимали этот вопрос, буквально приглашали меня на передачу после первого тура, после второго тура. Я об этом говорил, что проблема кроется очень серьезно именно в части фальсификации выборов. И вот здесь есть, скажем так, собака зарыта именно в этом. Мы знаем, что выборы закончились уже, второй тур закончился 4 декабря, уже где-то больше месяца назад. По идее, давно уже народное собрание должно было бы сформироваться. Но были опротестованы выборы в первом округе, мы это предполагали. И по информации, по имеющейся информации, то есть были выявлены такие грубейшие нарушения, как голосование людей, которые отсутствовали в тот период именно на той территории. То есть они были за рубежом. Десятки-десятки таких людей. Десятки-десятки людей, которые голосовали, которые, в общем-то, не прописаны в этом округе. То есть чужие люди приехали, проголосовали. Это, конечно, грубейшее нарушение. И вот на практике мы увидели, что такое творится, что творится с выборами в Гагаузии. Знаете, я даже хочу сказать еще такое, что вот плохо то, что произошло. Плохо, что обжаловали суд. Более того, плохо, что возбудили уголовное дело и привлекли людей, причастных к этому. Хотя должностные лица, в частности, избирательные, вот на избирательных участках, должностные лица, они должны понимать об ответственности. То есть не могло быть, что человек просто прошел мимо кого-то или просто проголосовал. Люди, которые были на этих избирательных участках, они сознательно шли на эти правонарушения. Или, скажем так, преступления. Я много раз об этом говорил и повторюсь. Стоит ли выбор того, чтобы люди пострадали? Конечно, нет. Но вот, видимо, в такой форме оно должно было раскрыться, чтобы все увидели, что как не должно быть. Вот, собственно, эта практика и показала это. После первого тура, я вам скажу даже такой пример. Помните, я говорил, что я раскрою какие-то секреты, каким образом фальсифицируется ВВБ. Потом я, собственно говоря, определенным образом передумал, потому что у меня было опасение, что могут пострадать люди. У меня была такая ситуация. Значит, на двух участках после первого тура, через неделю, я получаю у себя в почтовом ящике бланки со списками избирателей. Значит, кто-то из одного участка анонимно мне их подкинул в почтовый ящик. И была сопроводиловка короткая, что убедительная просьба проверьте в списке, кто голосовал. Я пригласил несколько своих агитаторов для того, чтобы они хотя бы могли просмотреть. Люди же знают, кто отсутствует, кто на данном момент находится на зеленом пункте. И знаете, нашли буквально десятки людей, вот даже там где-то в районе полтора тысяч человек было на том участке, десятки человек, которые отсутствовали в тот момент. Я думал, что делать. То есть, фактически, это уже после того, как уже перед вторым туром, за неделю до этого. И меня что остановило, конечно, я не обжаловал, не пошел в судебную инстанцию по той простой причине, что я понимал, что пострадают люди, что они будут привлечены к уголовной ответственности. И перед буквально вторым туром я на избирательном участке тех представителей сам утром-рано утром предупредил, чтобы они знали об уголовной ответственности, чтобы не играли с огнем. Вот такая ситуация была у меня. Почему я об этом говорю? Это аналогия того, что произошло в первом округе. То есть, можно предположить, что раз делалось в первом округе, раз такое было в Томае, значит, вероятность большая, что такая практика применялась во многих участках. Это не выборы. Понимаете? То есть, тогда можно поставить под сомнение и президентские выборы, тогда можно поставить под сомнение и башканские выборы, когда у нас Елена Влах выиграла с первого тура. Потому что таким образом, применив такие грязные технологии, выборы не делаются. И тут на самом деле нельзя не применить фразу, что не важно, как голосуют, а важно, как считают. Поэтому вот этот случай, о чем мы говорим, он показывает саму уродливость всей этой выборной системы в Гагаузии. Это, конечно, позор для Гагаузии. Это бьет очень сильно по имиджу в Гагаузии. И на самом деле, мне кажется, что с других районов люди просто, наверное, косо смотрят на Гагаузию и думают, неужели они не могут, не способны даже нормально организовать и провести выборы. Но факт такой. Кто виноват? Виновата, в первую очередь, исполнительная власть, которая организовала выборы, центральная избирательная комиссия и дальше уже избирательное бюро. То есть тут нужно нам, когда сформируется народное собрание, я говорил об этом, нужно провести тщательное расследование. Мы, если не решим эту ситуацию, у нас дальше вся эта выборная система полностью будет деградировать. Есть случаи, что десятки людей прописаны в каком-то населенном пункте, даже в одном доме 30-40 человек прописаны. Но ведь должностные лица, которые прописывают, они же должны нести ответственность. И вот говоря об этом деле, я хотел бы остановиться на судебном решении, которое Высшая судебная палата вынесла на прошлой неделе, в отношении именно одного из конкурентов, в частности, по отношению к Константинову Дмитрию Георгиевичу. Своим решением она его отстранила от участия во втором туре и приняла решение заменить всех представителей избирательного бюро на тех участках. Но я считаю, даже не считаю, убежден, что решение Высшая судебная палата политически мотивировано. То есть не в плане сейчас я не беру защиту либо против Константинова, я констатирую факт именно по данному судебному решению. Я читал само судебное решение, и судебная инстанция акцентирует свое внимание именно в мотивировочной части, что было возбуждено уголовное дело. Те факты, что десятки людей отсутствуют и проголосовали, эти факты обозначили, что десятки людей прописались на том участке, который, в общем-то, не прописан. Эти факты понятны, да, то есть как нарушение факты есть, и они бесспорные. Но приняло во внимание заявление, значит, нескольких свидетелей, которые давали свои показания там против Константинова. Аналогичные заявления были против другого кандидата. Но судебная инстанция не может принять как доказательную базу заявления никаких свидетелей, потому что данное, значит, было расследование, то есть ведется следствие, и в рамках уголовного судопроизводства должно было вынести, должно было доведено дело до суда, для того, чтобы получить окончательное судебное решение. То есть процедура предусматривает, что если есть нарушение, в данном случае возбуждено уголовное дело по фактам, привлекаются ответственные лица, то есть предъявляется статус подозреваемого, статус обвиняемого, и если, значит, собирается достаточно доказательная база, направляется дело в суд, суд уголовного преследования, для того, чтобы уже судебная инстанция, значит, вынесла окончательное решение. Сама эта процедура может тянуться долго. Ведь без окончательного решения, без решения судебной инстанции, которую уже нельзя обжаловать, нельзя было в высшей судебной палате принимать ее как за доказательную базу. Вот здесь, на этом примере, было показано, что был заказ, вероятнее всего, политически устранить Константинова. Скажите, а вот исходя из того, что происходит на первом участке, может ли дальше Народное Собрание функционировать в полную степень? Ну, здесь у нас выборы еще не завершились. То есть мы все равно должны дождаться, пока завершатся выборы. То есть через две недели, три недели, когда будут назначены выборы второй тур. После этого, значит, по завершению второго тура утвердит апелляционная палата уже, кто выиграет, значит, выборы в том туре. И, соответственно, после этого Центральная избирательная комиссия вынесет постановление, и в месячный срок Башкан должна будет создать учредительное собрание для того, чтобы сформировать руководство Народного Собрания. Здесь еще момент такой, что, на мой взгляд, ведь получается, что были два конкурента, остался один конкурент, дорогой, как его имя, Виталий, по-моему. По идее, сейчас, значит, Центральная избирательная комиссия должна будет, с учетом того, что отстранили Константинова, должна будет поставить конкурента еще, по-моему, там, Братунова, женщина Братунова была в этом участке. Какое решение примут они, я не знаю. Вероятность даже есть такова, что они могут обратиться за разъяснением, как поступить в Народное собрание. Поэтому я думаю, что мы в ближайшие дни поймем, какое решение они примут. Должны они назначить других членов избирательного бюро и назначить, соответственно, выборы в первом округе. Вот такая ситуация. Но, как я сказал ранее, как и выборы, плюс и судебная инстанция, которая выносит такие решения, показывает самовродливость всей системы. Я могу добавить, что, к великому сожалению, по экономическим спорам, я сталкивался неоднократно и могу подтвердить, причем неоднократно, даже на собственном опыте, что высшая судебная палата выносит иногда очень абсурдное решение. При том, что, чисто подумав, что высшая инстанция может выносить такие решения. Видимо, поэтому у нас очень огромное количество дел находится в международном арбитраже в Страсбурге по нарушениям прав людей. Сергей Константинович, переходя к избранию руководства Народного собрания, мы с вами в прошлых передачах это обсуждали, но, тем не менее, прошло уже время, и мнения могли измениться. Скажите, что вы думаете по этому поводу сейчас? Ну, я высказывал тоже, собственно говоря, мнение, что, и остановлюсь при тех же мнениях, что вот сформировалась некая такая конфигурация из нескольких групп, из двух больших групп. Одна группа была, как мы предполагали, Ирина Влах-Константинов, другая группа Николая Дудоглова. Ну, и же с ними. Ну, и плюс еще пару групп, там, по три-четыре человека. Так как и в группе Ирина Влах-Константинов предположительно предполагалось, что будут избирать, ну, выдвигать Константинова Дмитрия Георгиевича. Так как судебная инстанция его отстранила, то сейчас, конечно же, вопрос, кого же эта группа будет выдвигать. Но предварительно, как я понимаю, как у одной группы, как и у второй, у них, ну, близко нету большинства. То есть, хотя разговоры есть, что у кого-то 16-17, близко такой поддержки ни одной, ни второй группы нет. И я высказывал то предположение, и сегодня же могу еще раз повторить, что мне кажется, здесь, в этой ситуации, компромиссным будет все-таки какое-то некое решение, именно договоренность, пусть она будет некая скрытая договоренность между группами Дудоглова и Ирины Влах. То есть, они попытаются, на мой взгляд, найти какую-то фигуру, поделить должности и, соответственно, потом пытаться как-то работать. Я почему-то склоняюсь к этому мнению, потому что, ну, зная этих людей, вот руководители этих групп, что одни, что другие, преследуют цель одни и те же, значит, влиять на те или иные процессы и делешь должностей. Вот. Пока я вижу так. Отдельные разговоры ведутся, и ко мне подходили неоднократные коллеги избранные, но вот какой-то стратегии, другой, как бы я не вижу. Мне кажется, что многие пребывают и в растерянности. В то же время хочу сказать, что очень жаль, что в этих выборных процессах, вот я говорил ранее об этом, что именно Башкан Гагаузи Ирина Влах пыталась повлиять на ход выборов, причем открыто она это делала. Ну и как результат, видимо, вот факт того, как не должно быть, мы это увидели. Считаю, что тот же Николай Дудоглова не должен был лезть в выборы Народного Собрания. Избрали его депутатом парламента, иди, работает там. Нет, все равно надо пытаться влиять, что-то тут делать. В большей степени это больше мешает Гагаузи, нежели помогает. Потому что опыт же есть. Ну, 4 года назад у вас было почти большинство. Итог какой? Где ваше большинство? Что вы сделали? Чего вы добились? Ничего. Поэтому борьба за должности, она, конечно, собственно говоря, вот эта борьба, она всегда приводит ущерб для Гагаузи. И очень жаль, что люди, которые борются за эти должности, они этих вещей не понимают. Сергей Константинович, есть информация, что, возможно, сформируется съезд депутатов всех уровней. Скажите, что планируется при этом? По поводу возможного съезда, я об этом говорил неоднократно. Мы тему поднимали еще, по-моему, где-то в августе месяце, или в начале сентября. Было решение Народного собрания о том, чтобы созвать съезд депутатов всех уровней. Мы в 2014 году, осенью проводили съезд депутатов всех уровней, и было принято решение ежегодно проводить съезд депутатов всех уровней. Понимаю, что в поездке дня есть очень серьезные вопросы, которые не решались и не решаются в их взаимоотношениях с Кишиневым. Внутренние проблемы, которые можно было бы решить. В 2015 году, к великому сожалению, этого съезда не было, и в 2016 году тоже не было. Хотя и было решение Народного собрания провести съезд, было поручено Президиуму Народного собрания организовать, Президиум проигнорировал данное решение. Будет ли сейчас проведен съезд, или не будет, я сказать не могу. По той простой причине, что вот как-то все дезорганизовано. Мы, хотя еще действующие депутаты, но не собираемся, не обсуждаем ничего. То есть это, конечно же, прежде всего именно в адрес руководства Народного собрания Президиума, который в общем-то не формирует ни повестки дня, не инициирует другие вопросы. Поэтому это, к великому сожалению, большая недоработка. Что касательно съезда, но у нас накопилось много вопросов, которые, в общем-то, нужно было бы апеллировать именно к съезду и в части неисполнения старых депутатов Народного собрания тех или иных позиций, выработки каких-то стратегических решений для Гагаузии, для того, чтобы давать некое поручение, ну, скажем так, пусть она не, как им объяснить, решение съезда депутатов всех уровней, она не носит некий законодательный характер для Народного собрания, но какой-то указательный, рекомендательный характер и обязательной формы он имеет. Поэтому Народное собрание, как раньше, когда такие съезды проводились, оно всегда принимало во внимание и брало ее, как бы, свою повестку дня, как некий такой постулат для исполнения. У нас есть вопросы, в частности, буквально след, амуссируется по лишению права иммунитета депутата Народного собрания Гаглазии. И эти вопросы нужно было обсуждать. Есть вопросы взаимоотношения с Кишинем, которые тоже нужно поднимать, и, собственно говоря, мы эти вопросы сегодня просто оставили, как бы, вот за бортом. В части лишения иммунитета я хочу сказать так, что даже вот, обсуждая с некоторыми нашими коллегами, как-то, вот с легкостью относятся многие, говорят, да ничего не будет. Я, например, абсолютно уверен в том, что пройдет несколько месяцев и по решению суда все-таки лишат нас иммунитета. Всех. Почему? Ну, лишат, потому что сегодня в данном случае первое бездействует Народное собрание, бездействует, глава Гагаузии не реагирует на эти вещи и с легкостью просто эти политические полномочия отдают. Почему? Да просто по той простой причине, что центр все делает для того, чтобы выхолостить с Гагаузии. Да, с закона об особом статусе Гагаузии не получается, но с других полномочий легко это можно сделать. Мы, в законе об особом статусе Гагаузии указаны четко, что Народное собрание принимает местные законы и указана полномочия, компетенция. Местные законы, не просто административные акты, местные законы. В Конституции прописано, что единственный орган, который принимает законы, это парламент страны. Для судебных инстанций, для судебной системы Молдовы действует Конституция. Они не берут во внимание, что Народное собрание, согласно того же закона об особом статусе, который был принят парламентом, имеет полномочия, входит в компетенцию принятия законов местного уровня. То есть нас де-факто просто переводят и толкают, и подводят к тому, что вы некий район. Депутаты Народного собрания, вы называетесь депутатами, фактически по своей компетенции приравнивают к компетенциям местных советников. И я хочу сказать, что очень жаль, что наши депутаты этого не понимают. Очень жаль, что депутаты Пятого Сузова этого не понимали, потому что когда даже был вопрос связан со мной по лишению иммунитета, я же направил господину Караивану, прокурору ГГУЗИ, письмо о том, чтобы он согласно процедуре, согласно вложению ГГУЗИ закона о статусе депутата направил свое представление в Народное собрание для получения согласия. Он ведь этого не хотел изначально. То есть он изначально хотел предъявить обвинение, как он думал. Но он все-таки пошел через Народное собрание, получил отказ. То есть есть постановление Народного собрания, где ему отказали. После этого я беру постановление Народного собрания, ему адвокат пишет господину Караивану, что он должен снять, вывести меня с этого уголовного дела на основании того, что ему отказали от предъявления обвинений. Он отвечает, что он руководится Уголовно-процессуальным кодексом. Все. То есть фактически он, извините, плюнул на закон ГГУЗИ, и на закон о статусе депутата. Я беру письмо соответственно с ответом от господина Караивана и направляю в Народное собрание о том, что он игнорирует законы ГГУЗИ. Внимание, ноль. Я неоднократно устно господину Константинову об этом говорил, но они не приняли во внимание. Теперь, что касается самого иммунитета. В тот период еще муссировались разговоры по поводу того, что депутаты Народного собрания, это я имел ввиду со стороны прокуратуры, что депутаты Народного собрания ГГУЗИ, они являются местными выборными лицами. И согласно решению Конституционного суда, они не имеют права на иммунитет. Я ознакомился с данным постановлением. Там было, по-моему, господин Годи, депутатом парламента, значит, написал в Конституционный суд для получения разъяснения. И да, депутатов Народного собрания ГГУЗИ отнесли к местным выборным лицам, но в принципе мы не являемся выборными лицами всей Молдовы, мы являемся выборными лицами местными, но мы являемся депутатами Народного собрания. Так вот, как в законе о местном выборном лице, так и в постановлении Конституционного суда там четко было указано о том, что перечень местных выборных лиц, в том числе депутатов Народного собрания, это именно в постановлении Конституционного суда, в том числе депутатов Народного собрания, не противоречащих статусу депутата, то есть имеется в виду полномочий компетенции вытекающих из закона об основном статусе Гагаузи. То есть на основании закона об основном статусе Гагаузи мы приняли уложение Гагаузи, заложили эту норму, значит, я ранее об этом говорил, была проведена международная экспертиза страны Венецианской комиссии, была одобрена и была принята. Столько лет все это принималось как задолженное. Но на этом этапе господину прокурору показало, что надо же сделать так, чтобы депутаты были дальше более послушные, чтобы эту дубинку прокурорскую применять к депутатам по ихнему хотению. Я хочу сказать, что в этом смысле не только инициатива господина прокурора Короевана, есть и других людей, именно опять же из Гагаузи, которые инициировали, продвигали этот вопрос, чтобы в будущем депутатов сделать более ну подчинить себе. Сергей Константинович, с этим вопросом ясно и получается, что мы возвращаемся опять к тому, с чего начинали. Но хочется перейти к вопросу касаемого взаимоотношений парламента и Народного собрания Гагаузи. Как вы думаете, в будущем что нас ждет? Ну взаимоотношения с парламентом я, если можно, просто в моментик еще договорю, потому что мысль была, чтобы договорил. Понимаете, вот мы говорим о полномочиях, мы говорим о компетенциях, мы все время говорим о том, что Кишинево уже медляет, и может быть заодно и как ваш вопрос в контексте об этом расскажу, но делая выводы определенные, вот анализируя, что происходит, как происходит, за все периоды существования автономии, я прихожу во многих случаях к выводу, что во многом сами Гагаузы виноваты в том, что у нас эти полномочия изымают. Вот в частности то, что сейчас начал говорить в отношении лишения иммунитета. Наши же Гагаузы, не только господин Карай Иван, а люди же с ним, которые имеют возможность в парламенте Молдова, они продвигают эту идею. Для чего? Вот кому-то хочется, чтобы завтрашний день сделать, чтобы можно было депутата Народного Собрания мордой в асфальт положить, увезти, закрыть, для того, чтобы они были более послушными. Вот в этом идея. Эти люди не понимают и не видят дальше своего носа, что, а что же дальше? И Кишинев очень легко идет на эти варианты, потому что если мы вспомним осень 12-го года, конец 12-го года, Кишиневские власти попытались выхолостить все практически из закона об основном статусе Гагаузии. Мы поставили заслон, они ушли от этой идеи, они поняли, что таким образом нас не решить полномочий. Они пошли по обходным путям и используют наших же людей. Как не вспомнить, как в 2002 году у нас отстранили Башканы кто отстранил? Наши же депутаты. Понимаете? Сегодня можно говорить о том, что созданы структуры, которые ведут контроль в части над исполнением закона в Республике Молдова. Та же госканцелярия. Кто работает? Наши же с Гагаузией работают здесь в Камрате, которые работают против интересов Гагаузии. Ведь они проверяют по закону исполнение законов первого уровня и второго уровня. То есть местный уровень первого это села и второй уровень это районы. Но Гагаузия то не относится ко второму уровню. Законы Гагаузии относятся к особому уровню. Мы уже в рамках между парламентом и народным собранием пришли к договоренности к устной. Но к великому сожалению они оттягивают все эти вопросы о законодательно прописать все эти функции для того, чтобы предоставить Гагаузии особый уровень. Чтобы извините, госканцелярия не лезла в законы Гагаузии. Нужно, чтобы они уважали наши компетенции, наши полномочия. Центральная власть этого не уважает. Им, опять же, повторюсь, необходимо сделать так, чтобы Гагаузия была обычным районом. Чтобы формально была Гагаузия, есть исполнительный орган, есть законодательный орган, но не более того. Ведь если сегодня вот пройдемте, я коснулся частично прокуратуры, а что творится у нас с другими фискальными структурами? Они тоже все практически работают против интересов Гагаузии. Мы сегодня возьмем, допустим, службу информации безопасности. Возглавляет человек, который, допустим, это Павел Виталий. Чем он служил такой должности? Я не помню до этого, за предыдущие годы, чтобы он работал в Гагаузии или что-то сделал интересы Гагаузии. Чем он занимается? Его служба занимается. Они собирают досье, подозревая, что послушают телефоны мои, это точно, депутатов точно, и, возможно, еще Башкана Гагаузии. И всю эту информацию передают кишиневским властям. Именно по службе, по своей службе. Но они работают здесь. Дальше берем управление внутренних дел. Надо сказать, должно нужно отдать в кавычках предыдущему Башкану Михаилу Формозалу, что управление внутренних дел 8 лет при нем было два руководителя с Кишинева. До этого все-таки у нас были местные руководители. И получается сегодня уже, по-моему, больше года господин Чеботарь, он тоже с Кишинева, исполняет обязанности. Но исполняет обязанности он может и год, и другой. Проблема это в наших людях, в наших руководителях, в наших, в первую очередь, как тогда было в главе господине Формозалу, теперь госпожа шевелах. Что почему у нас нету своих специалистов? Да есть же. И получается, что все эти фискальные структуры, которые, по сути дела, некие, ну, по-своему, как вам объяснить, некий надзор, что ли, ведут над Гагаузией, они работают не в интересах Гагаузии. Когда мы просматривались идеи предоставления автономии, ведь наши люди воспринимали таким образом, что у нас будет своя прокуратура, у нас будет своя судейская система, у нас будут УВД, СИП и так далее. Ну, при том, что, конечно же, они будут адаптированы в общую систему Республики Молдова. Мы в то же время понимаем, что все эти службы должны быть независимыми, но в реальности мы понимаем, что как здесь, так и в Республике они де-факто подчиняются политическим партиям. И получается, что сама идея была заложена в том, чтобы все это работало, а мы потихонечку эти полномочия отдали. И вот со всеми этими делами нужно в рамках между парламентом, народным собранием и в том числе эти вопросы нужно обсуждать для того, чтобы знали, что может Гагаузия, что может республика. И в особенности здесь должно быть базовым уважением прав полномочий Гагаузии. Это должно быть как постулат, должно быть святым по отношению Гагаузии со стороны Кишиневских властей. Вот это, мне кажется, самое основное, чем мы должны заниматься в рамках между парламентом и народным собранием. Спасибо большое вам за интервью. Я напоминаю, что в эфире была программа «Угол зрения». У нас в гостях был депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чемпоеш. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин